Ну все отлично, тогда будем начинать. Друзья, всем привет. У нас сегодня прямой эфир в четверг в 6 часов. Меня зовут Ян Кривоносов, я являюсь CEO и фаундером компании CryptoEmergency. С нами Дмитрий Белов, управляющий директор CryptoEmergency. С нами дорогие гости Наталья Амелин, представляет проект Метис. И с нами Андрей Перезогин, представляет форум, Легат Бизнес Форум, который пройдет 10-11 ноября в Сочи. Сейчас мы поговорим про форум, про компанию Метис. Здесь компания Метис тоже там представлена, у них свой стенд, ребята приедут туда, будут выступать. Можно будет прийти, пообщаться, не упускайте такую возможность. Естественно, мы там будем. Приезжайте 10-11 ноября в Сочи. Андрей, давай тебе дадим слово. Знаем, что ты с дороги уставший. Расскажи, пожалуйста, как движется мероприятие, организация как движется, какие есть, скажем так, трудности, нетрудности, как это все будет проходить. Расскажи вкратце, пожалуйста. Ну, из очень крутых моментов, то, что мы собрали больше сотни ребят категории Forbes, то есть это люди, которые зарабатывают в сутки, в неделю или в месяц миллиард. Мы говорим про, скажем так, частных инвесторов, спонсоров, концерна. Концерн абсолютно разный, кстати, на удивление. Но мы говорим про владельцев, да, то есть это люди, которые ищут с кем-то взаимодействовать, обменяться, во что вложиться. Тренд криптовалюты, IT-технологии, услуг, он сегодня номер один, да, поэтому, скажем так, наверное, впервые за всю историю существования нашей компании, да и в принципе формов как таковой, можно сказать, участники, аудитории, которые будут на этом мероприятии, они в совокупе, бюджет, ну, говоря, составляет, наверное, ВВП какой-то небольшой страны, чтобы вы понимали на секундочку. То есть это ребята прям с огромным уровнем достатка. Из них это владельцы строительного концерна, там ребят ростовские, ребята калининградские, представленные, там, кип-киприотские. В том числе, несмотря на сложную ситуацию с Израилем, приедут порядка 70 человек из Израиля, крупные инвесторы, поэтому с точки зрения аудитории, опять с плюсом, все четко, все едут с одной целью, познакомиться, обменяться контактами, выслушать, какие проекты на сегодняшний день представлены на рынке из всех категорий экономики. Начиная от консервативного, физического, где задается сходу вопрос, я тебе деньги, а ты мне, что в качестве обеспечения. И заканчивая венчурными инвестициями, где люди понимают, что залогу инструмента нету от слова совсем, и здесь исключительно в каких-то личных моментах интуитивных, да, там, люди вступают в коллаборации, инвестируют, то есть взаимодействуют. Поэтому в этом плане все круто. На повестке дня очень актуальный вопрос IT-технологий, так как на сегодняшний день, наконец, Российская Федерация сделала шаг на пути к автоматизации IT-технологиям. Вовсю идет тестирование, там работа уже цифрового рубля. В декабре месяце запускают регуляторы по криптотехнологиям всевозможным. Соответственно, наконец-то появится нормативная база, которая позволит нам на сегодняшний день взаимодействовать, не оглядываясь на стороны. Надеюсь, в ближайшем будущем появится криптомат. И главное, чтобы все это было экологично, в первую очередь для людей, на пользу, во благо. Обещают также разработать, скажем так, у нас будут участники из министерств различных, обещают также разработать необходимые инструменты для того, чтобы бороться с криптомошенниками. Возможно, часть из них анонсируют. Из сверхкрутых моментов будут эксперты с огромным опытом, именно опытом не теоретики, а люди, которые уже внедряли на государственных уровнях блокчейн-технологии, так называемые, эти проекты. Поэтому однозначно кто-то впервые вообще приедет в Россию об этом рассказать. Поэтому однозначно там экспертный состав, инвестиционный состав он голосальный. Ну, а что касается набор вопросов, вы знаете, самая топовая площадка Южного федерального округа в Сочи, самая большая, она похожа на китайскую обертку, ярко-красочно снаружи, а внутри формат такой колхозной дискотеки. Вторые сутки занимаемся монтажом, ни одного самореза вкрутить не дают, ни одной дырки в полу сделать не дают, все, как говорится, на стяжечках. Ну, ничего, самые главные люди, самые главные проекты, будет безумно круто. Не поленились, спасибо большое, там все участники, приехать из 19 стран, секундочку, то есть у нас более 300 заявок из-за границы. Люди подтверждают, бросают билеты, организовывают трансферы, поэтому, ну, это круто. Несколько тысяч еще, это только с территории Российской Федерации. Дошло до того, что там из-за 21 гостиницы, которая бронировала, в 14 просто полностью выкупили там площадя. Вот, поэтому будет что-то классное, крутое, грандиозное, и самое главное, качественное. Не будет школьников, не будет студентов, не будет там пенсионеров, я ничего против не имею, я имею в виду, что будет целевая аудитория. Потому что оказывается, для того, чтобы не тратить энергию, надо уехать куда-то в джунгли, и только тем, кому действительно эта тема интересна, низшие продукты, направления, они найдут в себе силы, там увидят потенциал, приедут, и, собственно говоря, из этого выйдет что-то грандиозное. Поэтому, друзья мои, это вот топовое мероприятие, оно высококачественное, там, просто на уровне системы фильтрации, как минимум нужно приехать, познакомиться, увидеть своими глазами, обзавестись с новыми эксклюзивными знакомствами, потому что вот конкретно, да, только несколько дней в году люди определяют для себя, что они идут на мероприятии, ознакомиться, раздавать свои личные телефоны, обсуждать что-то, дискуссировать, выслушивать и вступать с кем-то в коллаборации. Обязательно воспользуйтесь, это возможно. Да, Андрей, спасибо огромное. Ну, получается, что точно есть смысл туда ехать, точно есть смысл знакомиться. Может быть, кто-то найдет себе инвестора, ну, как бы, да, мы же понимаем, когда мы с тобой за кадром общались, то есть люди все будут с деньгами, там, да, больше, большое количество. Тем более в Сочи сейчас добраться, это нелегкое такое дело, да, то есть случайных людей не будет, которые там идут по городу, мы зайдем здесь, ну, попьем чаек, здесь на собаках добираться до Сочи надо. Вот, поэтому, друзья... Еще и в Красную Поляну, еще и в Красную Поляну. Еще и в Красную Поляну, да, ласточки не ходят, там это все перегружено. В общем, мы завтра тоже там уже будем, 9-го числа, все будем тоже помогать, организовывать, так что, ребят, если у кого-то есть какие-то вопросы, можно сейчас задавать. Вот, у нас, конечно же, будут там много стендов, и не только, как бы, по крипто, да, это фэшн-индустрия, это застройщики, все разные бизнесы, все это будет. Вот, Дим, у тебя там еще вопросы к Андрею есть, да? Да, да, я выбрал самые основные, касательно формы, то есть прям, сколько людей ожидается на форуме? Это сложный вопрос, смотрите. В первую очередь, нужно перестать, наверное, задавать этот вопрос. Нужно задавать, какая конкретно целевая аудитория будет. Вот, чтобы вы задумались, будет порядка 50 человек, людей, обслуживающего персонала, которые помогают обрисовывать. Что, могу для количества пристроить, да, будет сотни официальных форумов, сотни неофициальных форумов. Я думаю, это основные ключевые люди, с которыми стоит поговорить. Будет порядка 30 частных инвест-клубов, бизнес-сообществ. Правильно ли их считать? Да, я думаю, нет. Они приедут, скорее всего, на разведку для того, чтобы предложить какие-то свои услуги. Поэтому, если, ну, про правильный вопрос, сколько будет квалифицированных инвесторов, которые едут как раз-таки с целью изучить проект, вложить в душу, знания, связи, финансовые возможности, активы, да, или вступить в коллаборацию. Вот это правильный вопрос. И мы специально подобрали 300 человек. То есть на сегодняшний день мы за каждого человека можем сказать, какой это сектор экономики, какой объем кодовообложения у него, баловая оборотка, что он для себя рассматривает вот от начала до конца. Скажи, вот ты говорил сейчас, что много стендов, вот, уже там есть не 6 больше 40. Есть ли возможность сейчас людям, которые, допустим, только недавно узнали про форум, как-то еще успеть залететь, там, поставить, выставить свою команду, проект? Или уже все, уже время закрыто? Именно на стенд однозначно нет уже. Потому что на стенд это согласовать нужно какую-то информацию на печатном носителе. А вот в качестве спикера, ну, конечно, да, только предварительно сначала нужно выслать информацию, с каким контентом вы планируете выступать. Потому что у нас снова фильтр. Да, мы не связываемся с аферистами, мошенниками, сетевым маркетингом, где деньги уходят. И понятно, что без реального физического бизнеса. То есть это то самое мероприятие, когда у нас жесткий фильтр. И вот, чтобы было понимание, по какой причине, да, нам часто задают, ребята, что у вас, типа, не целевой форм, почему не чисто крипта? Ответ простой. Мы поддерживаем развитие крипты в России в особенности. Но так получилось, что, ну, цифры, пример, да, снять рода-арену с полной упаковкой маркетинговой рекламы это 7 миллионов рублей. А теперь, ну, представьте, да, готовы по миллиону, там, скинуться или по полмиллиона криптопроекта стартапа. Да нет, они на стадии становления, потому что это новая, и мы вынуждены подключать более твердые сектора экономики, такие, например, как строительные концерны, для которых, которые ярд делают, да, миллиард в месяц, они на вопрос, ребята, я хочу там 10 миллионов рублей, чтобы оплатили нам здание на проведение там крупного форума мероприятия, они говорят, вопросов нет. И вот благодаря этому, благодаря этому, да, мы позволяем себе совместным с проектом Crypto Emergence сюда такое понятие, как поддержка криптоиндустрии, поддержка стартапов, выделение грандов, продвижение, лоббирование интересов каких-то блокчейн-технологий, потому что сильные миры сего, они позволяют взять все расходы на себя, а перспективные потенциальные направления там ниши, да, какие-то направления, они, скажем так, получают от нас уже чистую энергию, силу, поддержку, возможность заявить об этих проектах, возможность выслушать их, интегрировать в какие-то сектора. Андрей, спасибо огромное. Давайте сильно долго не будем мучить вопросами. Банальный вопрос для криптопроектов однозначно, да, то есть хочется всегда найти инвестора, который будет продвигать, который будет… Как найти на форуме инвестора? Можно выступить со сцены. Понятно, что, допустим, те, кто проекты, тот, кто пришел со стендом, да, им можно выступить будет. Другим людям, как вот поискать, как это будет, зона нетворкинга какая-то, еще раз, вот этот момент, расскажи, пожалуйста. Я понял. Первое золотое правило – научитесь разговаривать с людьми, которые не понимают, что в питье. Так завелось, что крупные инвесторы, не люди, которые сотрясают воздух, а крупные инвесторы, владельцы концернов и заводов, мы с ними взаимодействуем, помогаем им приобретать территорию, допустим, из завода целых предприятий. Когда встает вопрос по транзакции международного перевода, если я что-то говорю о банальной перестановке средств использования, например, того же ИСДТ, ТРЦ-20, да, там, у нас эфир, условно, у разных тезерок, то мне говорят, что это лохотрон, я не хочу с этим связываться. Поэтому, в первую очередь, научитесь доносить простым языком, без профессиональной терминологии, на человеческом. Что за проект, в чем его ценность, для чего он создается. Если вы привлекаете инвестиции, значит, финансово-экономические показатели. Дал столько-то, прогнозируемый объем такой-то, результат такой-то, но обязательно на берегу-то говорить. Это венчурная инвестиция, высокорискованная, где человек может 100% потерять. Ну и самое главное, в открытых говорить, либо он может там заработать, без каких-либо гарантий. В этом случае, скажем так, любой плюс-минус инвестор, он готов будет рассмотреть для того, чтобы ваш продукт, вашу нишу проинвестировать с точки зрения расширения портфеля. Почему? Смотрите, я проводил аудит. Из 100 человек, взятых, квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, объем инвестиций выглядит таким образом. 50% они идут, например, в недвижимость. То есть, скупают недооцененные объекты недвижимости с такой целью. После там реставрации, либо введения в эксплуатацию, это дает им 100% X2. Что это значит? Это значит, вторую половину своих средств, они могут бездумно доверять в проекты, которые им открыт. Почему? Потому что в худшем сценарии, через год, если какой-то проект не выстроили, то недвижимость, которую мы проинвестировали, она вернет их на то же состояние. Ну, миллион долларов через год, будет опять миллион долларов, условно. Поэтому цель какая? Абсолютно любой IT-проект, стартап, может найти инвестиции. Вопрос правильности его преподнесения. Доносите, пожалуйста, до консервативных инвесторов обычным, простым языком. Что это, как работает, куда деньги идут, на чем будет заработок, и какой это даст результаты. И второе, инвестируют на самом деле в большинстве случаев не в проект, а инвестируют в человека. По барабану, какое у вас юрлицо, какая у вас юрисдикция. Вопрос заключается в вашей компетенции. Если вы эксперт-профессионал в блокчейн, в мире технологиях, разбираетесь во всех моментах, способный ответить на все самые каверзные вопросы за чашкой чая на нейтральной территории, то будет вам честь и хвала. Если вы теоретик романтик, которые вдохновлены каким-то очередным IT-продуктом, но не углублялись в какие-то тонкости или моменты, ну, потренируйтесь, потом приходите к нам, потому что у нас все-таки беды. Объясню просто, как происходит у нас мероприятие. Выходит человек на сцену и делает защиту своего продукта. То есть это выглядит, знаете, там, условно в формате. Компания такая, это необходимый объем инвестиций, к примеру, там, миллион долларов, прогнозируемый объем окупаемости, там, 7 месяцев, выхода в ноль, либо, там, например, 2 года. Реальный сектор предпринимательской деятельности, либо там, моментское обслуживание, либо, собственно говоря, просто какой-то социальный проект без прибыли, то есть благотворительность и ценаство. Все. И это за 10 минут. И вот от того, с каким чувством, толком, расстановкой, терминологией вы сможете там презентовать, рассказать о себе, даже банально, там, при пожимании рук, там, и обмене визитками, и возможности оперативника продискуссировать и на это ответить, в этом и заключается, наверное, суперспособность. Разговаривать на простом языке, но с углубленным непониманием, чем вы занимаетесь, и, самое главное, иметь команду для реализации того или иного проекта. Андрей, спасибо. Давай коротко. Твою программу закончим уже, а то Наталья у нас заскучала. Тебя отпустим, ты будешь отдыхать. Несколько вопросов. Будет ли онлайн возможность посмотреть выступление на форуме? Да или нет? Сам не знаю, не поверите. Вот уникальность площадки. Вроде бы есть мост. Не знаю. Как говорят, сами не знают, владелец работает, или не работает. Сама Аэродорена. Следующий вопрос. Завтра выясним. Вопрос к Андрею. А когда основался форум? Основная цель фонда. Так, основная цель фонда. Инвестиции, крипто, ближайший нарратив, в который хотят вкладываться инвесторы. Что в первую очередь интересно инвесторам, приходящим на ваш форум? Форум был организован три года, наверное, назад. Точную дату вам не скажу. В процессе дискуссии, когда мы поднимали вопрос, а почему бы под одной крышей не объединять тысячи людей с деньгами и сотни проектов, в которых есть деньги. И самое главное, не делать его уступили в церковь. Во что вкладываю? Я вам скажу, что на сегодняшний день крипта уникальна. И инвестору, я допустил инвестор, я вообще без понятия, что сейчас происходит на рынке, где используются, какие крутые продукты, инструменты. Я готов инвестировать. Для этого просто презентуйте, расскажите и все. В этом и особенность. Мы настолько не понимаем, не осознаем потенциал, возможности, где это уже применяется. Поэтому я даже не могу сказать, что какие-то тренды. Все в ваших руках. Донесите до нас, что у вас за продукты, для инвесторов. И вы получите поддержку, в том числе финансовую. Да, 100% согласен. Надо стучаться во все двери. Двери не откроются, если не постучишь. И пытаться доносить. Андрей, тебе спасибо огромное. Давай отдыхай. Знаю, завтра тяжелый день. Спасибо, что пришел на эфир. Завтра, ребята, если какие-то вопросы у вас будут организационные по форуму или, может быть, билетик хотите. Кто у нас присутствует сейчас на форуме, нас слушает. Мы с удовольствием дадим билет на этот форум, подарим. Поэтому, если что, пишите в личку Дмитрию Белову. Мы с удовольствием дадим. Андрей, спасибо большое. Спасибо. Пока-пока. Да, спишемся. Наталья, извините, пожалуйста, что долго вас так держали, но надо было про форум поговорить. Ребята, компания Метис, конечно же, будет представлена на форуме. Будет стенд, будут ребята. Так что, если кто-то собирается на форум, приходите, будем общаться, будем взаимодействовать, будем искать вместе инвесторов, будем искать вместе партнеров новых. Будем, кстати, снимать интервью. У нас там будут несколько операторов. Мы там как к СМИ генеральные. Так что, подходите к нам. Будем снимать вас. Вот, Наталья, добрый день. Там вопросы уже насыпались. Дим, давайте вопросы к Наталье. Сразу пойдем по вопросам потихонечку. Вот, и в процессе уже там поговорим дальше. Да, да, хорошо. Наталья, расскажите, как будет развиваться проект Метис в ближайшее время? Какое состояние фонда Метис сейчас? И есть ли декапитализация фонда? Значит, ну, давайте, наверное, так поговорим. То есть, во-первых, проект Метис, он начался как проект Метис, и теперь он уже вырос в несколько проектов. То есть я, наверное, буду рассказывать о том, что мы называем экосистемой Метис. Как это на данный момент выглядит Метис? Метис – это организация, в которой существует несколько компаний, стартапов, которые мы называем в экосистеме Метис и Каноды. Каждая из этих ЭКонодов имеет свою роль, и все эти ЭКоноды работают как по отдельности, так и взаимосвязаны над тем, чтобы дальше развивать и усиливать всю экосистему Метис. Ну, давайте я пробегусь быстренько по ЭКонодам, ну, то есть, или по этим стартапам, которые были все профинансированы изначально к Foundation Метис. Во-первых, это, конечно, это наше решение второго уровня, L2, так называемое, да, которое построено на Этериуме. А что это такое, для чего это нужно, да, очень быстренько. Вы все, наверное, слышали об Этериуме, блокчейн, но есть небольшая проблема на данный момент в том, что Этериум является дорогой, как я люблю рассказывать, что я вижу Этериум как дорогу, да, на которой вы можете проехать, но всегда есть толы, которые нужно платить, и они могут быть в зависимости от дня дороги, когда нетворк становится очень загруженный, естественно, транзакции становятся достаточно дорогими, да. Мы все помним ужасы, когда мы покупали NFT и платили по 100 долларов транзакции за физ за транзакции, да. Это, конечно же, если мы хотим, чтобы блокчейн действительно стала, так сказать, основой, новой основой нового интернета, да, то такие транзакции никто не захочет платить, это, естественно, неприемлемо. И главная проблема – это как увеличить скорость транзакций, да, пропускную способность блокчейна, да, и как уменьшить затраты на ее обслуживание, да, fees, которые проекты платят для того, чтобы, так сказать, использовать блокчейн для своих нужд. Вот эти вот все проблемы позволяют решить так называемое решение второго уровня. Это вот метис как раз является решением второго уровня. Мы называемся оптимистически, мы основаны на технологии оптимистического роллапа. Что делают роллапы? Очень просто. Роллапы просто берут много-много транзакций, все в одну в кучу, и все их процессируют как одну. Соответственно, это позволяет платить гораздо меньше fees, потому что одна финн-эйтериум распределяется на много-много транзакций и также увеличивает пропускную способность, да, то есть увеличивает скорость. Вот. Это чем занимается у нас Econote Layer 2 Solution, да. Следующий из Econote это ZKM. Некоторые из вас, наверное, уже слышали об этом. Это очень, так, интересный Econote, который, так сказать, развивается в сфере доказательств с нулевыми разглашениями, да, или Zero Knowledge, английский термин. Это, так сказать, очень примечательная разработка, над которым ZKM... Одна из разработок, над которой ZKM проект сейчас работает, это гибридный roll-up, да. Вот на данный момент оптимистичный... Оптимистик roll-ups, да, одна из их проблем – это то, что занимает долгое время, чтобы вывести свои деньги со второго уровня на первый. Это 7 дней. И делается это из соображений безопасности, да. Но, чтобы действительно система работала эффективно, никто не хочет ждать 7 дней, чтобы забрать свои деньги, да. У нас можно уже в банке забрать в ту же минуту, да. Поэтому мы хотим построить лучшую систему, а не худшую систему. Вот. А такая технология, как гибридный roll-up, в какой-то мере позволит решить эту проблему тем, что значительно сократит время, которое будет занимать на то, чтобы вытащить деньги и слэш-2 на первый уровень, да. Вот. И как раз они используют эти технологии доказательств с нулевым разглашением. Наша цель, естественно, это, конечно, улучшить удобство работы пользователей в этом пространстве, да. Потому что если мы сможем решить проблему скорости вытаскивания денег, то это очень большая проблема. И при этом сделать это в таком моменте, что мы не будем волноваться за сохранность наших денег, да, то это очень большой прогресс. Поэтому вот это вот решение наше гибридного roll-up, я считаю, с этой точки зрения будет очень значительным продвижением использования этих технологий. И вот как раз иконод ZKM занимается развитием сейчас этого решения. Помимо этого у нас еще есть иконод NUVO, который занимается репутационными вопросами. Есть иконод CORIS, который занимается, так сказать, помогает компаниям развивать или развивать узнаваемость их бренда. И есть иконод P1X. Это иконод, который занимается развитием нашего азиатского сообщества и одновременно также является инкубатором нескольких проектов, а в частности фокусируется на вопросах искусственного интеллекта. Вот. Все эти иконоды, как я уже рассказала, они являются такой одной экосистемой. И всем этим, все это координирует METIS DAO Foundation, который как раз я представляю, в которой я работаю. Вот. Главная задача фонда на данный момент – это, естественно, помогать всем проектам работать вместе и растить нашу экосистему. Да? Какие самые ближайшие задачи, которые стоят перед нашей экосистемой? Да? То есть я вижу, что, в общем-то, этих задач на данный момент три таких самых объемных, глобальных. Вы спросили, как будет развиваться. Наша экосистема. Первое – это, конечно же, решение проблемы централизации. Мы будем запускать очень скоро наш децентрализованный, так сказать, фул секвенсеров. Это, я не знаю, насколько технично ваша аудитория, поэтому я не буду очень сильно уходить в эту проблему. Расскажу просто очень быстро, да, что на данный момент главный, одна из главных проблем с вот этими решениями до второго уровня, да, что они достаточно централизованы, потому что существует единственная, так сказать, единственный секвенсер, который занимается процессированием всех вот этих транзакций. И он только один. Чем хороша блокчейн, да, то есть почему мы, почему я лично люблю эту технологию? Потому что она позволяет нам не полагаться на кого-то одного. Мы знаем, что транзакции будут все выполнены честно, но при этом мы не знаем всех игроков, которые присутствуют там. Вот, поэтому нам не обязательно верить, так сказать, верить третьим лицам, да, потому что их много, это distributed ledger, и эта технология позволяет нам быть, так сказать, уверенными в том, что все будет выполнено как надо, без знания этих лиц. На данный момент в ledger 2 мы не можем это сказать, потому что вот этот вот, так сказать, компонент, который отвечает за процессирование транзакций, за roll-up транзакций, да, это все исполняется одним лицом. И если это лицо будет каким-то образом завлечено, так сказать, в мошенничестве, то, в общем-то, вы можете потерять ваши деньги, да, то есть мы полагаемся очень сильно на это, может быть, компания, может быть, индивидуал, да, который занимается вот этим вот sequencer-сервисом. Вот, поэтому для нас сейчас очень главное решить эту проблему. И в связи с этим мы запускаем решение такое, что у нас будет много этих секенсеров, и будет гораздо сложнее, если один из них или там два из них будут malicious или будут нечестными, то это не будет означать краха для системы, да. Это одно из главных направлений, на котором мы работаем, и скоро будет запускаться. Мы запускаем, кстати говоря, тест-нет вот буквально уже в течение там нескольких дней. Далее. Следующее решение, над которым мы работаем, это вот гибридные roll-up. Я вам уже вот о них немножко раньше рассказала. С нашей точки зрения это тоже очень необходимо, потому что, опять, не буду повторяться, ждать 7 дней никто не хочет, и также это позволит нам очень хорошо улучшить нашу безопасность при выводе денег. То есть, поэтому это важно. Ну и третий момент, который важен, это, конечно же, достижение децентрализованного управления всей этой экосистемы, да. То есть главная задача Metisdale Foundation – это достичь полной децентрализации при обеспечении устойчивого роста экосистемы, да. И мы разрабатываем наш такой достаточно уникальный подход к управлению или governance, да, как используется, поскольку мы имели возможность наблюдать на рынке, как работает система управления, и мы видели их недостатки, и нам не нравятся механизмы голосования на основе токенов, даже если используется квадратичное голосование. Нам не нравится это, потому что очень часто интересы большинства держателей токенов не совпадают с ключевыми интересами заинтересованных сторон, включая, может быть, команду проекта или ключевых каких-то участников, да. И мы пытаемся найти баланс между участием сообщества, которые могут представлять, так сказать, такие краткосрочные выгоды, и могут их искать, да, и, так сказать, ключевыми заинтересованными сторонами, которые ориентируются на долгосрочную перспективу, да. То есть вот этот баланс между краткосрочным, долгосрочным и всеми участниками, это очень такой тонкий баланс, который трудно выстроить, поэтому мы пытаемся вот выстроить структуру, которая будет не основана на количестве токенов, которые вы держите, и мы сейчас находимся в процессе разработки, так сказать, двухуровневой структуры управления, который, мы надеемся, поможет решить текущую проблему с governance, с управлением. Вот, вот это вот три самые главные задачи, над которыми сейчас работает наша экосистема и фаундейшн, который все это курирует. Спасибо огромное. Мне недавно вопрос задавали, а стоит ли покупать метис? Что они там делают, что они там разрабатывают? Вот, потом скажу, посмотрите эфир, стоит ли покупать, да. То есть не финансовый совет ни в коем случае, да. Я знаю, Наталье вообще запрещают говорить о цене метис, да. Но, ребят, посмотрите, где сейчас монета метис, да, и где была, и как развивается проект, и что будет дальше, да. Все равно рынок-то развернется. Я сейчас один вопрос прочитаю. ЗКМ – это самый передовой проект в метис. Интересно, будет ли отдельный токен у них, или это выйдет на базу метис, да, и, то есть, ну, не будет отдельного токена. Все экономики будут как бы вот под токеном метис, грубо говоря. Вы знаете, я, к сожалению, не могу пока разглашать эту информацию. Потому мы об этом, конечно же, если что-то это… Если токен будет, то, конечно же, мы об этом комьюнити уведомим. На данный момент я, к сожалению, не могу говорить о, так сказать, никаких деталях. Так что, надеюсь, меня поймут. Спасибо, спасибо. Дим, давай, следующий вопрос. У нас там вопрос, кстати, был такой из чата, кстати, метис. Давай его зададим. Здравствуйте. Как неизвестно, у протокола метис есть одна проблема. Она заключается в том, что функция подтверждения мошенничества реализована в метис не полностью. Это представляет серьезный риск для безопасности, поскольку средства пользователей могут быть украдены, если подан недействительный корень состояния. Каким образом и когда будет решена данная проблема? Ух ты. Ну, это такой вопрос технический. Наверное, вы знаете, я думаю, что у меня нету достаточно, так сказать, понимания вопроса, чтобы на него сейчас в прямом эфире ответить. Я большим удовольствием возьму этот вопрос, если вы мне его сбросите, и мы ответим его в вашем сообществе, наша техническая команда на него ответит. Можно и в нашем, и в вашем, потому что это был вопрос у вас как раз в чате. Мы его оттуда взяли. Да, да, я тоже в ребятам. Отпишет? Вот, но я думаю, что если нет, то давайте, как бы, я хочу специально, так сказать, записать этот вопрос. Скиньте тогда мне его в личку, и мы ответим на него. Да, конечно. Как раз тут много про ЗКМ, когда вы рассказывали, прям посыпались вопросы. Многие не будут уже повторять, вы на их прям ответили точно. Вот как раз уточнение. Также про систему Contribution Points. Вот спрашивают, хотя тут информацию получить коротко. А, хорошо. Это как раз я даже сделаю лучше, да. То есть это недавно, буквально недавно мы запустили так называемый Early Contributor Program. Вот, и чтобы лучше в ней разобраться, я вам очень рекомендую пойти на веб-сайт, и там вы можете зарегистрироваться и узнать все-все детали об этой программе. Все детали находятся на нашем сайте. Это zkm.io slash e-c-p, то есть Early Contributor Program, e-c-p. Я думаю, что можно скинуть. Ярослав нас слышит. Скинь, пожалуйста, в чат, да и все. К нам. Да, я слышала Ярослава, я видела Владимира, который тоже из нашего проекта. Я думаю, что вот давайте это скинем. Все, скинули, скинули, да, спасибо. Еще что-то, если нужно скинуть, пожалуйста, кидайте. Да, еще хотелось бы скинуть. Также у нас есть Educational Hub, который мы тоже запустили вот буквально на днях. Это такой чат в Дискорде, которым тоже можно скинуть сюда, ребята. И там можно получить, так сказать, ну, читать и получать какие-то образовательные данные, учиться о всем, что касается ZKM и не только. Так что тоже очень интересно. Каковы ключевые преимущества и последствия внедрения в Metis ZK доказательств, в частности, с точки зрения его роли как первого гибридного ролапа на эфириуме? И может ли это повысить безопасность в экосистеме эфириума? Да, конечно. Это как раз является одним из самых главных задач, которые мы пытаемся решить. То есть преимущество, да, то, о чем я говорила, это то, что средства с первого уровня на второй можно будет вытаскивать буквально сразу, а не ждать семь дней. Потому что вот этот момент с оптимистическими ролапами, почему они называются оптимистические, да, потому что мы с оптимизмом предполагаем, что все действуют, все участники действуют честно. Вот, то есть оптимисты мы такие. Вот, но если кто-то действует нечестно, то участники, вот, так сказать, этой экосистемы, им дается время, семь дней, чтобы сделать челлендж, да, то есть чтобы, так сказать, поднять руку и сказать, а вот он нечестно поступил, неправильно посчитал транзакцию, да. Вот, поэтому необходимо вот это время, в течение которого этот челлендж делается. Вот, но как раз вот с использованием, почему называется гибрид, да, потому что это гибрид между оптимистик и ZK-роллапами. То есть и позволяет так привести, выбрать сильнейшие стороны обоих этих технологий и свести их в одну, да. То есть это очень сильный, так сказать, механизм, который получит, который позволит нам, во-первых, укоротить время, и значительно улучшить удобство работы пользователя, поэтому, да. Ну, а во-вторых, конечно же, улучшить, предоставить, так сказать, дополнительную безопасность, да, которая вот может быть именно обеспечена механизмами ZK. Да, спасибо. Там ребята уже пишут, когда говорят no token, обычно говорят, когда токен, скорее всего, будет. Уже все готовят деньги на покупку. Ну, я не знаю, ребята, стоит ли готовить или нет. Как я сказала, я пока не могу выдать эту информацию. Ну, на всякий случай, везде детей держите на кармане. Я бы сказала так, что... Я думаю, что здесь многие участники являются, так сказать, тоже участниками Метис-экосистемы. Все находятся в наших Метис-чатах, да. Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, присоединяйтесь к Дискорд-каналу, присоединяйтесь ко всему, и вы никогда ничего не пропустите. Да, 100%. Вы еще говорили, что работаете сейчас с искусственным интеллектом. Куда это вообще внедрять будете? Какие-то есть, может быть, нововведения, которые тоже стоит ожидать? Вы знаете, пока это все только на уровне, так сказать, метода пробы ошибок, да, то, что называется. Мы пока только... Мы пока не планируем официально никуда ничего не внедрять в плане искусственного интеллекта, да. Это у нас просто так, как я и сказала, это инкубатор, да. То есть мы ищем проекты, которые занимаются искусственным интеллектом и которым может быть... У которых нету доступа, может быть, к мощностным данным, да, потому что для того, чтобы сделать... Для того, чтобы самим, так сказать, построить обучательный... Обучательный искусственный интеллект, который учится, да, для этого необходимы очень значительные производственные мощности, да. Вот. Вот у нас есть инкубатор, который может предоставить проектам, которые очень такие интересные в области искусственного интеллекта и которым нужны такие мощности, мы можем их предоставить. Поэтому, если вы являетесь таким проектом, можете обратиться опять к нам в чат, соединиться со мной, и я с удовольствием передам вашу информацию этому инкубатору, чтобы они с вами рассмотрели сотрудничество. Спасибо большое. Ребята, смотрите, за лучший вопрос у нас от компании Метис наушнички будут, так что задавайте вопросы, мы потом выберем лучший вопрос. Плюс у нас еще два билета на Regat Business Forum и два билета от нас, от Crypto Emergency на The Trends форум, который состоится в Москве. Вот. Тоже два билетика дадим. Если кому-то надо, ставьте плюсики, без проблем дадим как бы два билета от гостям, кто у нас сейчас на эфире. Дим, давай следующий вопрос. Да, 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 сыпется прям, только успевай. Наталья, расскажите, пожалуйста, есть ли уже планы, мысли, идеи по новому эко-ноду, про которые мы еще ни разу нигде не слышали? Работает ли команда Метис в данный момент над чем-то совсем-совсем новым, о чем пока никто-никто-никто не проговорился? Хорошо. Да, ну, наверное, если не проговорились, то я тоже не проговорюсь. Но вообще я скажу так, что мы активно ищем проекты, которые хотят стать новыми эко-нодами. То есть новые эко-ноды, они не обязательно рождаются из Метиса. Хотя так получилось, что вот текущие эко-ноды, которые я перечислила, они все изначально были, так сказать, участниками Метис-команды с самого начала. Но потом постепенно сами оформили свои идеи, получили какие-то инвестиции и стали независимыми эко-нодами, и теперь они управляют ими. Но это не значит, что такая структура будет всегда. Мы очень открыты к идеям для новых эко-нодов. Это для нас очень важно, потому что мы хотим, как я сказала, очень серьезно настроенно развивать нашу экосистему и дальше. Во-первых, но чтобы быть новым эко-нодом, это не просто там у меня есть там какой-то проект, и я хочу его построить у вас на вашем L2, и давайте как бы, давайте с вами работать. Эко-нод это немного другое. Эко-нод, во-первых, это независимый проект. То есть он, естественно, работает, он должен конкурентно вписываться в нашу всю экосистему и выполнять какую-то роль, которая сейчас очень сильно, так сказать, отсутствует в нашей экосистеме. То есть если вы видите какие-то большие пробелы, например, вот, хорошо было бы Метису сделать то-то, потому что тогда вся экосистема Метиса смогла бы от этого стать сильнее и лучше, да? Не только чтобы ваш проект развивался, а именно так, чтобы им могли пользоваться все в экосистеме. Вот, такие эко-ноды мы ищем. Самое главное, естественно, чтобы там люди были пробивные и сами себя развивали. Эко-нод это не значит, что Метис Foundation будет контролировать и выполнять всю работу, да? То есть мы ищем людей, которые, проекты, которые будут этим заниматься независимо. А вот таким проектом мы предоставляем изначальный фандинг от нашего Foundation, но дальше они сами развиваются, сами ищут, так сказать, инвесторов последующих и так далее. То есть мы представляем только самое изначальное финансирование, а дальше вы уже именно растете, как сам независимый проект. А если у вас что-то не получается, ну, значит, все, вы умрете. Вот, Метис Foundation не будет вас поддерживать, как говорится, до конца. Но, как я сказала, самое главное, это то, что этот эко-нод должен быть таким, что он помогает всем и как-то вписывается в нашу всю экосистему. Да, спасибо большое. Ребята, у вас есть шанс, да, то есть как бы в экосистеме Метис развиваться, если у вас есть идеи, есть какие-то новые там вещи, которые вы можете привнести туда. И если это понравится, я так понимаю, что можно и получить на это деньги, да, от фонда Метис. Правильно, Наталья? Если мы решим, что подходит к нам как эко-нод, то да, мы предоставляем изначальное финансирование для этого. Спасибо большое. Да-да-да. Пока нашли всего лишь несколько, ну, очень мало проектов, которые, так сказать, отвечают нашим требованиям. Но это не значит, что это невозможно. Обязательно пишите ваши идеи. Сто процентов все возможно, как бы если двигаться, развиваться, все возможно. Это вот пример нас, вас, да, то есть мы на Медвежке двигаемся, участвуем на форумах. Вот только в Дубае виделись с вами, да, то есть надо ездить, надо развиваться, надо ознакомиться. И как раз-таки тот, кто на Медвежке выжил, на бычке будет себя очень чувствовать хорошо. Вот, Наталья, если есть возможность, давайте выберем вот лучший вопрос, подарим наушнички людям. И, ребят, если кто-то хочет поехать на форум, Легат Бизнес Форум, ставьте плюсики, мы дадим билеты. И The Trends в Москве, который будет 15-16 ноября, мы там тоже будем, у нас там свой стенд. Если хотите попасть туда, ставьте плюсик, дадим билетики. Вот, Наталья, какой, по вашему мнению, самый лучший вопрос был сегодня? А, это из тех, которые вы задали, да, потому что я, к сожалению, не могу видеть чат. Да, из тех, которые задали, да. Меня приказал долго жить в плане Телеграма. А из тех, которые задали, ну, я думаю, что мне как раз понравился вопрос про ЭКОНОТ. А, так, Дим, давай какой там, а не там про ЭКОНОТ-то. Ну, блин, сейчас, сейчас. Начни читать какой-нибудь там, да, чтобы мы понимаем. Так, так, так. Преимущество МИТИ ЗК, как интересно, ЗКМ поможет. Очень много про ЗКМ и. Пам-пам. Ну, вот этот вопрос, который я только что отвечала, как стать МИТИС-эКОНОДом там и так далее, да. То есть, самый последний вопрос, который вы задавали. Дим, который, вот, ну, веселый. А, все, все, веселый, все, понял, понял. Так бы сказали, что веселый вопрос. Все, отлично, отлично. С юморком подошли и, видите, получили приз. Круто. Да, ник Джека, да, с кошечкой. Вот, наушнички ваши. Вот, мы с вами свяжемся. С вами свяжется Дмитрий Белов, никто другой. Так, ну что, у нас еще есть вопрос. Дима. Да-да-да, Наталья. Я сказала, не становитесь жертвами хакеров. Только Дмитрий. 100% потому, что мошенники орудуют. Не, вот вы смеетесь, а мне, на самом деле, в среднем раз в месяц копируют, и люди пишут от меня. То есть, так что не надо. У меня такое постоянно случается, поэтому я вам так скажу. У меня есть телеграм-аккаунт. Ой, не телеграм, извините, инстаграм-аккаунт, который совершенно не мой. Потому что я не веду никакого публичного инстаграм-аккаунта. Вот, но пользуюсь, так сказать, что есть аудитория, хотела тоже сказать. Вот, если вы видите инстаграм-аккаунт с каким-то там количеством пользователей, это не мой аккаунт. Я уже просила, так сказать, товарищей из Фейсбука несколько раз разобраться с этим. Точнее, с метой, товарищи, из меты, да. С этим разобраться, но они совершенно забили на это и решили, что это не очень важно. Между тем, там регулярно публикуются всякие скамы. Поэтому, нет. К сожалению, это постоянно, причем и не только в инстаграме, это и в телеграме в этом же мы прям писали, что же, ребят, смотрите, там сообщество, вот на скруппе у нас там галочка все есть, вот мы, это мы с лицами, это мошенники. Нет, они имеют право так же называться, там, менять одну точечку, букву и все. И попробуй потом объяснить людям. Да, и посты-то они как бы делают такие же, все копируют. Мы уже сколько раз писали, тоже копируют и нас. Уберите, удалите. Нет, не будем удалять. Поэтому, ребят, кстати, если кто-то подписан на Наталью в инстаграме, надо отписаться срочно. Там аккаунт, если что, присылайте нам и подскажем, да, то есть какой аккаунт. Мы смотрели даже команда там, да, там Метис тоже подписывалась, потом поняли, что это фейк. В общем, Дим, давай еще один вопросик у нас. Да, да, вижу, вижу. Наталья, здравствуйте. Интересный следующий момент. Сейчас мы наблюдаем самые низкие комиссии в сегменте L2. Но это связано с тем, что активность в сети на данный момент минимальна. Логично, что при повышенной активности в сети комиссии вырастут и уже будут видеть другую картину. Но пока мы на первом месте. Ну а когда перейдем на эфир хранения данных? Ну тогда комиссии будут такие же, как у всех остальных оптимистических роллапов. То есть сейчас они ниже, потому что как раз данные хранятся в децентрализованном, да, это хранилище данных, да, они на эфире. Но мы сделали голосование среди нашего сообщества, и мы будем, и также в связи с тем, что мы будем запускать наши децентрализованные секвенсеры, мы, так сказать, вернемся в изначальный вид, как мы раньше функционировали, с данными на этериуме, и это будет означать, что цена комиссии будет такая же, как у других оптимистических роллапов. Да, спасибо, спасибо огромное. Ну что, делаем вывод. Экосистема Метис только развивается, не останавливаться не собирается. Сколько мы уже вот эфиров проверили, по-моему, три, вот, и все двигается только вперед. Это к тому, что как бы, да, стоит ли покупать или там стоит ли вкладывать. Конечно, ребят, ну, ни в коем случае не финансовый совет, но вы посмотрите, что, да, как экосистема растет. Поэтому разворот рынка, сейчас очень много говорят, кстати, о развороте рынка, может быть, уже разворот, а может быть, разворот, да, может быть, и разворот, на самом деле, уже сколько, уже все, таль. Что-что? Я говорю, может быть, он уже и развернулся, потому что обычно, когда все видят разворот рынка, значит, он уже развернулся достаточно давно. Согласен, да, согласен, потому что биткоин же, как вот мы говорим, что был там по 15, там по 13, по-моему, да, вот. Вот, а сейчас он уже там 35, и это X2, грубо говоря, да, ну, уже как бы похоже на какой-то рост, какой-то что-то там, может быть, медвежий рынок действительно закончился. Всем спасибо огромное, что были на эфире, задавали классные вопросы, вот, получили призы. Так что, если кто-то все-таки еще хочет попасть на форумы, ставьте плюсики. Компания Metis будет представлена на форуме 10-11 ноября в Сочи, будет стенд у них. Подходите, пообщаемся, да, то есть поговорим, ребята будут там, Ярослав будет, Владимир, я так понимаю, будет, да. Вот, так что увидимся там, запишем интервью, как обычно, все будет круто. Вот, Наталья, вам спасибо. Да-да. Я на комментарии, ребята будут также разыгрывать призы там, так что подходите, участвуйте. Так, этого мы не знали, давайте, да, скажем, давайте приходите за призами. Мы, значит, тоже там прорекламируем ребят со сцены. Я это скажу обязательно. Вот, Наталья, вам спасибо большое, что уделили на время, пришли к нам на эфир. Как всегда было приятно с вами общаться. Вот. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. И мы со своей стороны сбросили, уже сбросили некоторые ссылки, о которых я говорила, да, и один из вопросов, на которые я не ответила. Я попрошу нашу техническую команду ответить, и мы его сбросим. Всем ваш чай. Спасибо огромное. Всем хорошего.